Добрый день! Сегодня я решил записать видео, посвященное тесту микрофонов петличек. У меня их накопилось достаточное количество. Я немножко разбирал аудиоаппаратуру, решил протестировать петлички окончательно, хотя я уже знаю какая из них как работает. И в период карантина в городе Дахабе записать небольшое видео с таким тестом. Что я буду для этого использовать? Я буду использовать MacBook Pro ноутбук, который прекрасно пишет звуковые файлы и позволяет их в дальнейшем обрабатывать. Поскольку к ноутбуку MacBook невозможно подключить внешний микрофон, для этого нужно очень большие танцы с бубном плясать, я воспользуюсь простым решением. Я возьму вот такую вот внешнюю звуковую карту производителя Orico. Она имеет три входа, микрофон, выход на наушник и универсальный вход микрофон-гарнитура с наушниками. Подключается к USB входу компьютера и к ней буду последовательно подключать микрофоны петлички. Для тестирования у меня сегодня на столе лежат следующие модели. Лежит петличка купленная для телефона и планшета iPad. То есть iPhone и iPad. Простое исполнение. Она у меня помечена. Ценник ее стоил доллар 80 центов с доставкой в Украину. Это первая модель. Вторая модель, которую я постоянно уже пользуюсь много лет. Это аудиотехника ATR 3350. Прекрасная петличка, полупрофессиональная, имеет фантомное питание. На нее можно снять поролончик, одеть еще такой вот мертвый дохлый кот для защиты от ветра. Шестиметровый кабель. Благодаря тому, что здесь встроенное фантомное питание, производитель позволил себе 6 метров сделать кабеля. Вполне хватает до видео. Камеры дотянуть для того, чтобы снимать блоги там и разные репортажи. Очень интересные. Так. Когда-то купил, не поленился, DG. Петличка. Даже маркирован производитель на ней. Метр восемьдесят кабеля в тканевой оплетке. Она у нас третьей пойдет на тест. И когда-то купил за доллар с небольшим. Петличка. No name. Производителя нету. На сайте по продаже тоже не было. Но интересное решение. Мне понравилось крепление клипсы. И она поворотная. То есть вы ее закрепляете на себе и можете повернуть микрофончик так, как вам нравится. С каждой из этих петличек я запишу звуковой файл. Будет фотография петлички. Ее модель. И звук немножко буду говорить на микрофон. Немножко буду читать текст. Буду делать перерывы для того, чтобы можно было услышать внутренний шум каждой петлички. После этого мы сделаем разбор теста. И я выскажу свое мнение о том, какая петличка мне нравится больше всего. Но это понятно будет слышно по звуку. Если вы смотрите это видео с телефона, вы качество практически можете не услышать. А если вы это посмотрите с компьютера, с ноутбука, еще оденете наушники, то естественно, что вы отличите качество звука из всех представленных моделей. Так что начинаем наш тест. Первый образец на тест это петличка с штекером под телефоны iPhone. Она не будет работать с обычными компьютерами, с обычными звуковыми картами. Но для этого в комплекте при продаже шел специальный переходничок. И я без проблем могу подсоединить эту петличку к любому устройству имеющего микрофонный вход. При записи я устанавливал чувствительность микрофона, чтобы уровень сигнала у меня не превышал минус 6 децибел. И я буду пользоваться этими настройками для всех следующих петличек для того, чтобы выровнять уровень громкости и можно было сравнивать только чувствительность и тембр голоса. Немножко текста. Мастер и Маргарита. Чем вдохновлялся Булгаков? Фауст Гёте. Словарь Брагауза и Эйфрона. Биография Иисуса Христа. Исследование швейцарского невропатолога. Эти и другие тексты помогли Михаилу Булгакову в работе над великим романом. Михаил Булгаков работал над романом 12 лет. С 28 года и до февраля 1940 в несколько этап с перерывами и параллельно с другими текстами. Круг читательских и библиографических интересов писателя можно представить благодаря воспоминаниям современников и исследованиям его биографов. Начитка текста закончила и мы переходим к тестированию следующего устройства. Следующий отличный микрофон на тестировании это аудиотехника АТР-3350. Это полупрофессиональный микрофон. Он имеет фантомное питание и встроенный усилитель, благодаря которому производители смогли сделать 6-ти метровый кабель, что очень удобно для блогеров и съемки на некотором расстоянии от камеры. Попробуем почитать текст используя эту петличку. Уровень чувствительности точно также у меня выставлен до минус 6 дБ. Так. Литературу, которой пользовался Булгаков, можно вычислить и по разным редакциям романа, сохранившимся в архиве писателя. Представить весь список литературы, которая могла оказать влияние на Булгакова и его роман невозможно, поэтому расскажем о некоторых источниках его книги. Иоганн Вольфанг фон Гёте. Фауст. Роман Булгакова обладает огромным количеством пластов, а Фаустинский, едали не самый узнаваемый. Аллюзии к Фаусту пронизывают весь текст, от эпиграфа, задающего философский вопрос о свете и тьме, до образов персонажей, прямых цитат, пародийных сцен и т.д. В библиотеке писателя было издание 1902 года, вышедшее в Петербурге в переводе и с объяснениями Александра Соколовского. Впрочем, текст Гёте он знал благодаря не только книге, но и одноименной опере Шарля Гуно. Сестра писателя Надежда Земская вспоминала, что в Киеве Булгаков видел оперу Фауст 41 раз. Текста достаточно, можно себе составить впечатление о работе этого микрофона. Сделаю небольшую паузу, чтобы можно было послушать внутренние шумы этого микрофона на 6-метровом кабеле. Шумов практически нету, они незначительны и ухом они не воспринимаются. На этом заканчиваем тестирование микрофона Петличка и переходим к следующему устройству. Микрофон Петличка китайского производителя DEGAY. Стоимость колеблется от 3 до 4 долларов, достаточно высокая чувствительность. Кабель длиной метр восемьдесят, очень приятная тканевая оплетка, которая гарантирует долгий срок службы этого микрофона. Послушаем шумы. На заднем плане у меня немножко шумит вентилятор ноутбука. Я думаю, что его будет слышно через эту петличку, но вы сможете отключить шум кабеля и микрофона от работы вентилятора на заднем плане. Еще немножко текста. В разговоре с Мариэтой Чудаковой первая жена писателя Татьяна Николаевна Лапа вспоминала, что Булгаков больше всего любил Фауста и чаще всего пел «На земле весь род людской» и «Арию Валентина» «Я за сестру тебя молю». А вот воспоминания театроведа Виталия Виленкова. Мне очень понравилась вся обстановка маленькой квартиры. Старинная мебель, уютные настольные лампы, раскрытый рояль с Фаустом на Папютере, цветы. Третья жена писателя Елена Сергеевна рассказывала литературоведу Владимиру Лакшину, как Булгаков, расхаживая по комнате под впечатлением только прочитанной газетной статьи, случалось, напевал на мотив Фауста «Он рецензент, убей его». Текст начитан на китайскую петличку «Дегей». Чувствительность, как и в предыдущих тестах, минус 6 дБ. Слушали тембр голоса и слушали внутренние шумы микрофона. Переходим к еще одной модели. Еще один очень интересный экземпляр. Петличка, стоимость которой была порядка 1,5 доллара с доставкой из Китая. Производитель не указан. Можно назвать ее «ноунейм», без имени, без производителя. Но неплохой кабель длиной 1 метр. Матерчатая оплетка, достаточно хороший разъем. Что мне в этой петличке понравилось, то что она имеет поворотную клипсу. То есть, как ты ее не закрепи на одежде. Всегда можно микрофон повернуть, чтобы он смотрел вверх. Послушаем сейчас шума. На заднем плане у меня по-прежнему работает вентилятор охлаждения ноутбука. Микрофон должен записать этот звук. Но, как я уже говорил, вы сможете его отличить от внутренних шумов кабеля и микрофона. Ну а дальше текст. Эпиграф. «Так кто ж ты, наконец, и отчасть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Эпиграф из первой части Фауста впервые появился в машинописной редакции 1938 года. Исследователи предполагают, что писатель сам перевел этот фрагмент. В издании 1902 года Мефистофель, объясняя суть с природой, говорит «Я часть той тьмы, из которой родился свет. Свет ведь может цепляться только за телесное. Из телесного он происходит, и оно делает его прекрасным. Но телесное же может преграждать ему и дорогу». Судя по всему, эти слова попали в диалог Воланда и Левия Матфея из 29 главы. «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» Начитка текста закончена. В завершении я тестировал микрофон-петличку. Ноу-нейм. Производство Китай. После прослушивания всех этих записей, я сделаю свой, скажем так, субъективный вывод о том, какой микрофон мне больше нравится, какой я оставлю. Поскольку у меня их аж 4 штуки, то я думаю, 2 петлички выставить на продажу, мелкие деньги. Но кому-то это доставит радость в пользовании такими микрофонами. Переходим к анализу прослушанных записей. Ну что ж, я опять вернулся сюда, на мою тестовую площадку. Вы видите уже меня. Слышите звук с студийного микрофона. Какие выводы теста? На первое место, естественно, я ставлю петличку аудиотехника полупрофессиональное изделие. Ее цена в среднем на сегодняшний день порядка 30 долларов. Есть фантомное питание. Из недостатков, ну тяжело паковать 6-метровый кабель после использования, скворачивать его. И нужно не забывать включатель-выключатель переводить в положение OFF. Потому что, если не выключить, аккумулятор разрядится достаточно быстро. Тут литиевая батареечка стоит. По качеству звука, по тембру голоса, чувствительность чуть-чуть ниже среднего. Но голос приятный. И минимальные шума, даже с учетом 6-метрового кабеля. Эту петличку на сегодняшний день я ставлю на первое место. На втором месте у меня стоит петличка, предназначенная для айфона и айпада. К макбуку Pro, к сожалению, подключить ее нельзя. Как я и не пробовал, все равно нужно через звуковую карту. Хорошая металлическая клипса на ней находится. И в комплекте шел переходничок. Для того, чтобы эту петличку подключить к обычному микрофонному входу. То есть, не айпада и не айфона. Я эту петличку ставлю на второе место. Что мне немножко в ней не понравилось. Чуть-чуть выше шума, чем у аудиотехники. И тембр голоса более такой насыщенный. Немножко неестественный. Но, в целом, очень неплохая модель. Я ее оставляю у себя в пользовании, поскольку достаточно много у меня устройств производителя фирмы Apple. Третье место. Петличка Даги. Тембр. Чуть-чуть более насыщенный и искаженный, чем у предыдущих двух моделей. То есть, я его считаю чуть-чуть неестественным. И она шумит. То есть, в паузах, если сделать между словами паузу, то слышно достаточный шум. Который, по большому счету, можно убрать шумоподавителем. Но, все равно, это брак. Хотя, за эти деньги, то есть, она стоит от 3 до 4 долларов, вполне можно такой петличкой пользоваться. Плюс, тканевая оплетка, она не путается. То есть, неплохая модель. Ну, и на последнем месте у нас стоит петличка No Name. Кроме поворотной клипсы, других достоинств у нее нет. Ну, еще цена, там, доллар с хвостиком, по-моему, она стоила. Что не понравилось? Не понравился. Очень неприятный металлический тембр голоса. И достаточно высокие шума. Но, как минимальный бюджетный вариант, или на подарок начинающему блогеру, вполне пойдет. Так что, сегодня я провел с пользой время. Протестировал петлички. Оставлю себе в пользование только две, чтобы все остальные не возить. Эти две пойдут кому-то или на подарки, или на продажу. В принципе, тоже нормально. Спасибо вам за внимание. Смотрите меня дальше. Подписывайтесь на мой канал. У меня очень много разностороннего видео. Буду стараться его снимать так, чтобы моим зрителям было интересно. Всем пока. С вами был Андрей Матусевич.